Установка знака въезд запрещен Сергей Ткачук – один из противников одностороннего движения по Медицинской улице. Причина – затруднение проезда к дому. Я начинаю ездить кругами, через дворы, теряю время, проезжаю какими-то непонятными дворами. Соответственно, для меня это стало хуже. Насколько увеличился? Ну, я думаю, что в час пик, минут на 10 это точно увеличилось. Мнения остальных жителей дома разделились. Кому-то это нравится, потому что кто-то ездит одной дорогой, выезжает не в час пик, еще что-то. Кому-то все равно. Кому-то понравилось, говорят, машин меньше. Сергей же возглавил тех, кому не понравилось и имеет, кстати говоря, на это полное право. Вместе они составили коллективное обращение на сайте Добродел, где спросили о причинах такого нововведения и получили официальный ответ. Было организовано одностороннее движение по решению комиссии по безопасности дорожного движения Ленинского муниципального района, которое было принято еще в августе 2018 года в связи с увеличением количества дорожных транспортных происшествий, в которых получили различные степени тяжести ранений участники дорожного движения, а также были зафиксированы случаи с летальным исходом. Но если Сергей Ткачук отстаивает свою точку зрения методами и законами, то некоторые граждане избрали другую тактику – игнорировать знак. Меньше чем за полчаса на наших глазах пятеро водителей нарушили правила ПДД. Попавшись, одни из них каялись. Почему под кирпич проехали? Ну, просто, может быть, привыкли? Ну, привычки, конечно. Всю же съездили, а то... А ну, больше не будете нарушать? Конечно, нет, нет. А вот другие обвиняли в своем проступке всех кругом – от навигатора до тех, кто повесил знак. Почему вы нарушаете знак? Навигатор показывает, сейчас я заметил. Ну, навигатор покажет вам ехать в Австрию, чтобы вы и поехали. Заметим, вот сейчас. Полис Ассада, покажите, пожалуйста. Сейчас я заметил. Ну, да. Наверное, не было, сейчас поставили. Я смотрю направо и вижу знак. Вот он передо мной. Ну, встаньте на мое место. Около, вот здесь останавливаться. Вот здесь. Не видно, ну, не понимаете, не видно. Вот ограждение. Ну, как не видно? Вот я стою, вижу знак. Если видели бы правильно, вот и девушка не завернула бы, не повернула бы. Я тоже не повернул бы. Праведливо. Рассветать не будет. А вот эта девушка, похоже, вообще сначала решила скрыться. Но, когда не получилось, расстроилась. И знак не видела, и против того, чтобы ее снимали, и вообще. В общественном месте. А в общественном месте у нас не запрещено. Вы можете обратиться к командиру, если есть у вас пожелания. Ну, еще раз говорю, что сейчас, в данный момент, я... Нет, водительской передайте, и все. Я пойду заниматься своей работой. Если ты передать мне документы... Ну, как бы, муж тоже сотрудник. Сейчас я у него проконсультирую, да? Но для нарушителей не существует никаких льгот. Закон для всех один. Наложение административного штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев по решению суда. Кстати, в городе появился еще один знак «Въезд запрещен» на проспекте Ленинского комсомола. Будьте внимательны, берегите себя и других участников движения. Михаил Решетов, Сергей Ларин. Видное ТВ.